Бои, а точнее военно-исторический фестиваль запланирован в рамках празднования Дня Города. Но уже сейчас идет активная подготовка. В клубах проходят тренировки, сборы по два раза в неделю. Мы делаем снаряжение 14 век Норвегии, то есть Западная Европа. Это времена, когда расцветает сражение на мечах, когда появляются латные доспехи и вот тот образ рыцаря, который мы привыкли видеть. В клубе «Гепард» только двое ребят, и они занимаются созданием облика воина 16 века. Для нашего региона, для нашей области это период формирования артистского государства именно здесь, на этих рубежах. Оружие и доспехи к предстоящему турниру практически готовы, поскольку большинство участников клуба исторической реконструкцией занимаются долгие годы. Часть наряжения покупают, но в основном делают сами. Занятие трудоемкое, времени уходит много. Например, эту кольчугу Артем Марьясов плел почти полгода. Доспех достаточно подвижный, достаточно удобный. Эффективно защищал от рубящих ударов, режущих ударов. Не очень хорошо защищал от колющих ударов, от стрел. Но доспех, на мой взгляд, достаточно хороший. В клубах проводят не только тренировочные бои. Здесь любят поиграть и в средневековые настольные игры. Название этой – «Девять спляшущих мужчин». Прообраз крестиков-ноликов. Но не только мужчины любят уйти, так сказать, в современной действительности. В историческое прошлое. Реконструкцией увлекаются и девушки. Но у них несколько иные пристрастия. Они и делают игры, в которые потом играют вместе с мужчинами. Кроме того, как и положено дамам, к фестивалю прекрасная половина шьет новые платья. Юлия Лапцева, Евгений Ерофеев. Новости Демократграда.